МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру в студии Елена Шеркенова. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Встреча с журналистами, временно исполняющей обязанности губернатора области Алексей Кокорин ответил на вопросы СМИ. Никто не будет забыт. В годовщину вывода войск из Афганистана память героя почтили на Малой Родине. Интеллектуальный спорт шахматная спартакиада вызвала небывалый ажиотаж среди школьников всех возрастов. 19 февраля вечером жители дома номер 96 по улице Бурово-Петрово в спешке покинули свои квартиры. Полицейские стали эвакуировать людей из-за угрозы взрыва. Что произошло, расскажем далее. В 20.45 неизвестный по телефону сообщил о заложенной в здании бомбе. На место незамедлительно выехали сотрудники ОМВД, МЧС и бригады скорой помощи. Жильцов начали эвакуировать, поквартирно сообщая об угрозе взрыва. Территорию дома оцепили. Мы дома были, звонили в дверь, открываем и смотрим сотрудники милиции. Нам сказали в течение двух минут выходите из дома, документы, деньги возьмите. Сообщение было, что мы ему подложили. Но оказалось, что не все жители дома были в курсе нависшей угрозы. Где-то в дверь как вроде постучали, но это у нас бывает. И все быстро закончилось, и больше я ничего не знаю. Никто ничего не говорил спокойно. Все, и я смотрела до часу катание фигурное. К счастью, информация о взрывном устройстве не подтвердилась. И примерно через полчаса перепуганные жильцы вернулись в свои квартиры. В пресс-службе ОМВД сообщили, что лжетеррорист найден. В короткие сроки были подключены Федеральная служба безопасности и исполнение наказаний. В случае признания вины мужчине грозит обвинение за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое влечет за собой штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет. Оксана Савакова, Марина Белкина, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. В течение часа временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин общался с журналистами. Он рассказал о направлениях работы на ближайшее время и о том, что планирует сделать в перспективе. Алексей Геннадьевич заявил, что будет баллотироваться в сентябре на пост главы региона. При этом он подчеркнул, что указ президента о его назначении на этот пост – выражение огромного доверия. В течение всей встречи лейтмотивом звучала тема создания благоприятного экономического климата в регионе. И по этому поводу у Алексея Кокорина есть конкретные предложения. Мы попросили консолидировать элиту области в единый мощный клад. То есть не нужно разобщенности. Да, бывают какие-то партийные принадлежности, разногласия. Но у каждой партии, у всех общественных каких-то организаций цель-то единая, конечно. Чтобы было лучше и было хорошо. Но нужно сделать таким образом, чтобы все двигались вперед вместе. Только в этом случае. Не нужно себе искать врагов, а потом с ними бороться. Нужно заниматься экономическими вопросами. И вопросов масса всяких разных. А делать это нужно вместе и сообщать. Подробнее о темах, которые затронули в разговоре с Алексеем Кокориным журналистом, мы расскажем в следующем выпуске. Привлечение молодых профессиональных кадров и модернизация производства остаются приоритетными направлениями деятельности предприятий региона. Эти и другие задачи обсудили в рамках коллегии Департамента промышленности, транспорта, связей и энергетики Курганской области. В итоговом заседании приняли участие руководители исполнительных органов власти, предприятий и общественных организаций. В Рео губернатора области Алексей Кокорин отметил, что несмотря на успешное выполнение указов президента России и поставленных задач, Департаменту стоит построить работу с каждым собственником предприятия, а не только с исполнительным директором. Кроме того, Департамент должен не только собирать статистические данные, а реально помогать во всех направлениях. Статистические данные – это замечательно, но я поручаю Департаменту поменять немножко отношения между собственниками предприятия, руководителями предприятия. Глава региона подчеркнул, что приоритетными направлениями для области остается не только модернизация производства, внедрение новых технологий и производительность труда, но и социальные составляющие, зарплаты сотрудников предприятий, привлечение молодых кадров. В социальной сфере стоят очень важные вопросы по увеличению количества дошкольных учреждений. Сложилась неплохая практика у ряда предприятий. При заключении соглашения о социально-экономическом партнерстве брать на себя обеспечение детскими садами и выполнять другие социальные обязательства перед своими рабочими. В этом году мы продолжим эту практику, в связи с чем, обращаясь к вам, уважаемые руководители предприятий, активнее участвовать в данном процессе. Без вашей помощи, без вашего взаимодействия, без собственников предприятий, те, которые организуют бизнес на территории Курганской области, решить массу социальных проблем весьма и весьма трудно. Кроме того, правительство области будет способствовать реализации новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день на территории области функционирует только промышленных предприятий 1660. За год отгружена продукция и оказана услуг на 92 миллиарда рублей. Средняя зарплата рабочих выросла на 11% и составляет более 20 тысяч рублей. В сравнении с показателями регионов Уральского федерального округа и в целом по России область достигла достаточно хорошего уровня. По видам экономической деятельности, индексы промышленного производства показывали следующую динамику. Добыча полезных ископаемых 108%, обрабатывающие производства 102,6%, энергетика в целом 100,1%. В прошлом году достигли наибольшего роста Курганмашзавод, Курганприбор, заводы Старт, Синтез и Петуховский литейно-механический. На коллегии также рассмотрели вопросы развития в области транспорта, цифрового телевещания, инвестиционной политики и электроэнергетики. Одним из главных событий прошлого года стало введение в эксплуатацию ТЭЦ-2. Елена Шевкунова, Александр Киселёв, информационное агентство Курганру. Свежие новости со стороны газет и интернет-сайтов. Далее в рубрике «Печатный Вестник». У каждого участкового полномоченного полиции должно быть рабочее место. Цитирует в РИО губернатора официальный сайт правительства области. Алексей Кокорин порочил проверить состояние служебных помещений участковых и при необходимости провести ремонт на каждом административном участке. Уровень преступности в области за год снизился на 4%. На 9% спал уровень групповой и на 7% рецидивной преступности. Остается проблема профилактики мошенничеств в первую очередь с использованием средств сотовой связи. Возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Значительно осложняют профилактику таких правонарушений прекращение функционирования медицинских вытрезвителей. Каждый из этих вопросов РИО губернатора поручил детально проработать и представить ему подробный отчет. В областном центре побывают колокола, отлитые для собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Заголовок статьи в газете «Курганы-курганцы». Большие колокола были изготовлены в Москве, в Средне-Ямаловой и Ярославской области, а колокола для курантов отлиты по спецзаказу в Воронеже. Главный колокол весом 6,5 тонн будет носить имя главного острова Южно-Сахалинской и Курильской епархии – Сахалин. По благословению архиепископа Курганского и Шадринского Константина 22 февраля в 11 часов на площади перед Кафедральным собором Александра Невского звонари Международного центра колокольного искусства будут давать мастер-классы, и каждый желающий сможет попробовать себя в искусстве колокольного звона. В Кургане появилось шоссе «Ботаническое». Автодорога, соединяющая шоссе имени Тенина и микрорайон Керамзитный, отныне будет называться шоссе «Ботаническое». Название улицы одобрили городские парламентарии на заседании Думы 19 февраля, сообщает «Новый мир». Еще в ноябре прошлого года руководство Курганского государственного университета обратилось к городским властям с ходатайством о присвоении автодороги этого названия. Во-первых, работы по озеленению имеют важное значение для жизни города. А во-вторых, указанная магистраль проходит вдоль границ единственного в Кургане ботанического сада по улице Красивая, которая является подразделением КГУ. В Курганском областном онкологическом диспансере вскоре откроет двери новый радиологический корпус. О том, как могут помочь курганские врачи бороться с болезнью, расскажет Светлана Епифанова. По данным онкологов, существует около 200 разновидностей рака. Даже самые прагматичные медики убеждены, что болезни сложно подобраться к человеку с позитивным настроем к жизни и крепким иммунитетом. А вот о передаче по наследству онкоболезней науке пока ничего не известно, хотя родственников больных медики считают группой риска. Наверное, потому, что они наследуют не определенный ген, а неправильный образ жизни. Сегодня важную диагностическую роль играют онкомаркеры. Это вещества, в основном белки различной природы, находясь, к примеру, в крови человека в определенных концентрациях, указывают на наличие опухоли. Но, как утверждают медики, это не панацея, и уповать на них не стоит. Сегодня нет ни одного маркера опухолевого роста, который на 100% встречался бы только у больных онкологическими заболеваниями. Значение онкомаркеров зависит от их специфичности и чувствительности. Опухолевые маркеры могут повышаться и при воспалительных заболеваниях различного происхождения, доброкачественных процессах в организме. Но если количество белка в крови намного превышает норму, то стоит задуматься, не начинает ли у человека развиваться опухолевый процесс и целенаправленно его обследовать. Курганский областной онкологический диспансер оснащен всей аппаратурой, необходимой для диагностики и лечения больных. У нас есть на сегодняшний день и хорошее эндоскопическое оборудование, то есть фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, которые позволяют нам найти опухоль в бронхах, в ободочной кишке, в желудке, взять биопсию прицельно, доказать, что там есть эта опухоль. Злокачественный процесс есть. Компьютерная томография позволяет определить распространенность процесса и локализацию опухоли, дать дополнительную информацию к уже проведенным исследованиям. На сегодняшний день специалисты онкодиспансера могут выполнять скрининговые программы, то есть обследовать большое количество населения на выявление рака молочной железы на ранних стадиях. В 2013 году здесь осмотрели 30 тысяч женщин и выявили 75 случаев рака. Вообще-то у нас есть обследование больших крупных контингентов женщин, работающих на заводах, на предприятиях, по контракту, по договору. То есть, вообще-то, конечно, да, это должно быть общедоступно. То есть, чем большее количество больных, вернее, не больных, а работающих женщин и неработающих женщин мы обследуем на цифровой маммографе, тем большая вероятность того, что мы выявляем рак молочной железы в первой-второй стадии. А если мы выявляем в первой-второй стадии, то излечивость таких пациентов практически равняется 90%. Отделку нового радиологического корпуса планируют закончить к 8 марта. Новый комплекс будет располагать мощнейшим линейным ускорителем для облучения, в четыре раза превышающим ныне действующий. Также в арсенале появится ядерно-магнитный резонанс, цифровой маммограф, еще один компьютерный томограф и современный рентген-комплекс. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру Многим совсем юным мальчишкам, призванным служить в Афган, не суждено было вернуться домой с той войны. Среди них и наш земляк Алексей Алексеев. Сегодня у здания бывшей столовой в селе Иковка состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь воина-афганца. Продолжит Михаил Белокрылов. В этом году отмечается 25-е годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В связи с этой памятной датой в Зауральской Иковке состоялось открытие мемориальной доски лейтенанту Алексею Алексееву. В далеком 85-м молодой человек попал в Афганистан. К сожалению, домой он так и не вернулся. Уже посмертно герой был награжден орденом Красной Звезды. И сегодня, открывая эту доску, мы хотели продемонстрировать всем, самое главное, молодому поколению, что героев страна не забывает. И воины-афганцы точно такие же солдаты Родины, как участники Великой Отечественной войны. Такие же фронтовики, которые до конца выполняли свой долг. И честь должна быть им воздана по заслугам. Имена их должны жить вечно. Почтить память лейтенанта Алексеева пришли жители Иковки, школьники, а также воины-афганцы, которые плечом к плечу с Алексеем выполняли свой интернациональный долг. Восемь воинов-афганцев, погибших в Афганистане, уроженцы, жители Китовского района. Мы их чтим. У нас есть организация всего. На сегодня в районе проживает 106 воинов-афганцев, не считая участников других боевых действий. В мероприятии также приняли участие представители общественных организаций, администрации Китовского района, активисты Зауральского отделения Российского союза ветеранов войны в Афганистане. В трех километрах от села Иковка есть кладбище, где находится могила лейтенанта Алексеева. Его родственники сейчас живут в Новосибирске, и у них нет возможности приезжать в Курган. Поэтому ответственность по уходу за могилой взяли на себя местные школьники. Каждую весну и осень они возлагают цветы к памятнику героя и наводят там порядок. Своих героев надо знать в лицо, говорят местные жители. Особенно тех, которые жили с тобой в одном дворе, учились в одной школе. Михаил Белокрылов, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру 17 февраля в стране отмечается День кадета. Для школьников проводятся балы и торжественные присяги. Наша съемочная группа побывала в Крутогорской школе Шумихинского района, где кадетское движение появилось одним из первых в области. Кадетское движение в Зауралье развивается с 95-го года. Тогда в Кургане в школе номер 9 был открыт первый профильный кадетский класс. Через год такой же появился и в селе Крутогорское. Я здесь начал работать в 91-м году. Маленький отряд юно-армейский появился, с которым мы в Москву съездили на конкурс песни патриотической. А потом в многочисленной повестке на российские соревнования, встреча с представителем других регионов, где кадеты есть. Ну вот нас это дело заинтересовало. Обратился во все инстанции, меня поддержали. С 96-го года школа выпустила около 250 кадет в год в среднем по 15 человек. За это время из нашей маленькой школы, за вот эти выпуски, более 30 человек стали кадрами военными. Это очень большое показатель. Кроме того, есть и срочники, и в системе МВД служат. То есть более 50 человек у нас. Профильная подготовка кадет осуществляется по направлениям МЧС, МВД, пограничному, морскому и казачьему. Активно участвуют в разработке учебных программ кадет федеральные силовые структуры. Они же помогают в организации и проведении массовых патриотических мероприятий. Кадеты наши отличаются от простых ребят по всем параметрам. Во всех. И отношение к учебе, и вот они форму одевают, и отношение совсем уже другое. А еще одно столящее – это воспитание патриотизма. У нас очень много всевозможных, скажем так, действий, направленных на воспитание патриотизма. На День кадета традиционно ребят из школы приводят в торжественные присяги. Товарищ капитан, участники торжественной церемонии посвящения в кадете построены. Здравствуйте, товарищи капитаны! Здравствуйте, товарищ капитан! Я, Корнилова Анжелика, добровольно принимая на себя благородное и почетное звание кадета, обезуюсь. Верно и самоотверженно служить Отечеству, быть честным и верным товарищем. Свято блюсти честь свою и кадетского класса. После присяги старшие кадеты продемонстрировали свои умения на время разбирать и собирать оружие и меткость в метании дыротиков. Я своих кадетов считаю, что это особые люди. С ними можно, конечно, не надо им приказывать, что ребята, не надо им заставлять. У меня прошлый год в Кургане спрашивают судья на одном этапе, как вы заставляете тренироваться. Я говорю, да никак, они меня заставляют. Они готовы заниматься этим делом, страдавящие. Василий Малухин, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру Честь, мужество и отвага. Как воспитать в подрастающем поколении эти качества? На встрече сотрудников Курганского ОМОНа с кадетами побывала Марина Белкина. Оружие – любимая игрушка мужчин, но для этих людей их служба вовсе не игра. Они всегда на страже закона и порядка. Сотрудники Курганского ОМОНа поделились секретами своего мастерства с кадетами из села Шмакова. Студенты Шмаковского филиала Курганского технологического колледжа уже в свои 16-17 лет точно знают, что их судьба связана с военной карьерой. Ребята посмотрели фильм, подготовленный к 15-летию Курганского ОМОНа, испытали на себе вес бронежилета и подержали в руках настоящее оружие. В этот раз пострелять из боевого оружия не удалось, а вот в электронном тире ребята все же проверили свою меткость. Как рассказывает Валерий Лабутин, инструктор специальной боевой подготовки, для учащихся такой симулятор, как компьютерная игра. А молодое поколение оно смотрит, в себя выбирает самое все лучшее, то есть есть на что ориентироваться, они знают, так сказать, что есть такой отряд. Есть такие люди, которые занимаются профессионально, ну и дай бог, чтобы кто-то, глядя на это, получил свой, так сказать, позитив яркий и все-таки службу выбрал. Кадеты также посмотрели тренировочные бои сотрудников ОМОНа и продемонстрировали свою физическую подготовку. Несмотря на то, что они только начали обучение, неподдельный интерес к службе в вооруженных силах виден уже сейчас. Марина Белкина, Никита Мухин, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. В Курганской области выбрали лучшего государственного обвинителя. Из многочисленных кандидатов эксперты удостоили победы Алексея Киселева. Заочный областной этап конкурса за звание лучшего обвинителя завершен. На рассмотрение экспертов были представлены заявки от кандидатов из городских и районных прокуратур области. Участники оценивались по нескольким критериям. Характеристика с места работы, ораторское мастерство в введении премий сторон, количество и сложность дел, представленных прокурором в суде. Комиссия присудила первое место Курганцу Алексею Киселеву. Теперь он ждет решения Генеральной прокуратуры при Уральском федеральном округе, от которого будет зависеть, кто представит Уральский регион в Москве. Имеются определенные критерии оценки профессионального мастерства государственных обвинителей. В первую очередь, кандидат обязан знать Конституцию Российской Федерации, международные правовые нормы, федеральные законы, постановление пренума и президиума Верховного Суда Российской Федерации. Кроме того, для победы в очном туре кандидатам предстоит показать свое мастерство в решении задач на знание уголовного и процессуального права, подготовке апелляционных представлений, аргументированности и доказательств прения сторон перед присяжными заседателями. Алексей в своей готовности уверен на все 100%. Учитывая, что имеется школа государственных обвинителей, все-таки в Курганской области проводятся смотры конкурса. Я вот участвовал, говорю, в трех годах, занимал призовые места. Это все готовит меня, но и иных сотрудников для выступления уже на данном смотре конкурсе в Российском. По словам Алексея, большую роль в его профессиональном становлении сыграла его первая наставница Людмила Добрыдина из Куртомышской районы прокуратуры, где он начинал свою карьеру. Коллеги из областного ведомства горячо поддерживают своего коллегу и помогают, когда возникают какие-то трудности. Елена Шевкунова, Алена Анашкина, Никита Мухин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру. Студентка Курганской сельхозакадемии стала бизнес-леди в 21 год. Как Эльвире Иксановой удалось выиграть грант на открытие своего дела, узнавала Дарья Федерягина. Качество магазинного мяса в Заурале оставляет желать лучшего. А если попадается качественное, то его цена бьет по кошельку покупателя. Так считает Львина Иксанова, студентка КГСХ имени Мальцева. И на голой критике девушка не останавливается. Она сама решила изменить ситуацию с мясным производством в регионе. Отправилась на курсы в бизнес-инкубатор, успешно их освоила. И написала собственный бизнес-план, стратегию для открытия фермы по откорму крупного рогатого скота. Идея у меня создания своего бизнеса появилась. Просто я не хочу работать на кого-то, хочу работать на себя. И чтобы все мои возможности зависели намного больше от меня, чем от работодателей. По всем моим подсчетам это окупается. Конечно, я планирую, чтобы и мне нравилось, но с другой стороны, цель-то должна быть обогащение, обогащение людей. И чтобы и ели все нормальное мясо. Работая над проектом, Ильвина сравнила все известные породы коров мясного направления. И выявила ту, которая в зауральских условиях точно не пропадет – Гирифорд. Студентка уверена, что вырастить поголовье у нее получится. Ведь за плечами не только почти пять лет агрономической специальности вуза. С раннего детства девушка знакома с сельскими буднями не понаслышке. У нас в семье все мои какие-то близкие – дяди, тети, сестры или братья – занимаются сельским хозяйством. Молочное, мясное, птицы. То есть это то, что я знаю с детства, это то, в чем, как мне кажется, я разбираюсь. Ну, по крайней мере, знаю, как это все изнутри происходит. В конкурсе «Бизнес-идей» на получение гранта участвовали многие студенты. Но в номинации «Сельское хозяйство» Эльвине Иксановой удалось вырваться вперед. Руководство «Бизнес-инкубатор» пригласило ее пройти дополнительное обучение в школе молодого предпринимателя, где ее идея приобрела уже более осязаемые формы. В итоге, после рассмотрения проекта, уже на федеральном уровне, Эльвина имеет не только четкое представление о том, что и как она будет делать, чтобы реализовать свои бизнес-идеи, но и грант размером в 100 тысяч рублей. И это еще не последний шаг. Все-таки 100 тысяч рублей – это только начало бизнеса. Сейчас будем помогать ей уже готовить проект, для того, чтобы получить грант 5 миллионов рублей в номинации «Семейная фирма», которую проводит Департамент сельского хозяйства. О том, как решить кадровый вопрос, молодой предпринимательнице долго думать не пришлось. Ее мама – бухгалтер в сфере сельского хозяйства с 20-летним стажем, а папа – строитель. За техника решено взять на аутсорсинг. Сейчас Эльвина помимо подготовки к выпускным экзаменам оформляет документы на земельный участок и оборудование в лизинг. И уже осенью в хозяйство Иксановых привезут 50 телят. А в будущем девушка планирует развить и молочное скотоводство. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Более 100 юных любителей интеллектуального спорта собрались сегодня в шахматном клубе «Ладья», чтобы помериться силами. Количество игроков значительно произошло ожидания организаторов. Подробности в нашем следующем сюжете. Этот шахматный турнир является частью общегородской спартакиады среди школьников. В течение двух дней юные любители интеллектуального спорта будут бороться за звание лучшего. Возраст и уровень игроков абсолютно разный. В одном зале сидят те, кто только осваивает азы шахматного искусства, в другом – кто представляет нашу область в сборной России. Борьба, как правило, в таких турнирах только будет на самом финише более-менее ясная. А в настоящий момент идет просто сбор очков, накопление информации. Мне рано говорить о том, кто победит, но я думаю, что традиционно сильны те школы, где культивируют шахматы. Воспитанники 31-й и 47-й гимназии и лицея номер 12 с первых минут турнира дали понять, что настроены на борьбу серьезно. Однако комментировать турнир до кончания первого дня отказались. Некоторые спортсмены настолько увлеклись, что родителям пришлось пойти на хитрость и отвлечь их внимание от досок едой. После каждой партии – бурное обсуждение спорных моментов и разбор полетов. По словам организаторов, они даже не ожидали, что в этом году будет так много участников. Некоторые пары разместились в кабинете администрации клуба. Василий Малухин, Алена Анашкина, Никита Мухин, Кирилл Филимонов, информационно-агентство Круган.ру. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Компания «Инженерные системы». Тепловизионная съемка. Проведение мероприятий по энергосбережению. Улица Омская, 135. Телефон 45-3177. Лечим грипп и простуду с главаптекой. Аноферон детский – 99 рублей. Керафлю – 269 рублей. Главаптека. Телефон 600-640. Центр развития детей «Почемучка». Развитие в радость. Улица Победы – 16. Телефоны – 610-021 и 63-48-62. Багетные рамы в ассортименте и на заказ. Быстрые сроки изготовления. Улица Куйбышева, 57. Салон искусств «Лавка художника». 7 апреля. Филармония. Впервые в Кургане. Акеран Эльци. Телефон для справок – 333-800. Зауральский курьер. Свежая газета. Только в этом номере. Тема номера. Время готовить рассаду. Хит сезона. Лунный календарь садовода. Ищите в газете «Зауральский курьер» с 26 февраля. Только в феврале в салоне оптики «Акрилон». Продажа коллекции 2013 года по суперцене. Скидки до 50%. Салон оптики «Акрилон». Улица Кирова, 79. Межсезонье. Время климатической техники. На все тепловое оборудование скидка 10%. От «Климат» 45. Покупая кондиционер, получи тепло в подарок. Улица Родионова, 62. Телефон 606, 3 семерки. И климат под контролем. Надо напиться, надо напиться, надо напиться, надо напиться, надо напиться. Водится царется. Надо напиться. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Марина Личук. Период межсезонья в Заурале непредсказуем. Компания «Климат-45» вмиг решит эту проблему. До конца февраля акция «Все тепловое оборудование» со скидкой 10%. А при покупке кондиционера вам подарят обогреватель. «Климат-45», улица Родионова, 62. Телефон 606, 777. И климат под контролем. Водица царица – это вода естественной фильтрации, сохранившая все свои полезные природные качества, ствойства и структуру. Система очистки и фильтрации делает предлагаемую воду кристально чистой, мягкой, полезной и приятной на вкус. Спрашивайте водицу царицу в магазинах города. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу синоптическая ситуация в Заурале обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого снежными осадками и ощутимым понижением температурного режима. В Тюмени и Екатеринбурге – 20-22, без существенных осадков. В Челябинске – 18-20, возможен кратковременный снег. В Кургане облачно – кратковременный снег. Ветер северо-западный – 3,8 м в секунду. Температура воздуха – минус 21-23. Днем в Кургане облачно, с прояснениями, местами снег. Ветер северный – 4,9 м в секунду. Температура воздуха – минус 18-20. Атмосферное давление будет расти. 21 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Приглашаем на работу фармацевтов, провизоров. Заработная плата до 40 тысяч рублей. Телефон 634-606. Встречайте новый Телесейм. Читайте в новом номере журнала Телесейм. Почему Киркоров делает дорогие подарки поклонницам? Как порадовать мужчин 23 февраля? Вся правда об отбеливании зубов. Новый номер Телесейм в продаже со среды 19 февраля. Покупайте Телесейм в магазинах «Метрополис», «Магнит», «Красное и белое» и в сети «Ното». Уважаемые предприниматели, если ваш бизнес идет ко дну, наденьте спасательный жилет. Чтобы надуть жилет, резко потяните за колпачок. Поддуть жилет вы можете через клапаны поддува. Но лучше подайте объявление на точках приема рекламы. Новые точки. Новые возможности. Везде. От Калининграда до Читы. От Мурманска до Сочи. Триколор ТВ. Все основные российские каналы без абонентской платы. Триколор ТВ. Телевидение всей России. Если мерзли вы зимой, если холода, Пробирались к вам домой через щель окна, Посоветуйся с семьей, решение прими. В доме сберегай тепло, окна замени.